всем здравствуйте сегодня продолжим разговор о корягах вторая часть помните предыдущем видео оставалась вот такая коряжка большая ну для меня это коряга монстр и сегодня я ее буду чистить отделять от коры хотя некоторые оставляют с корой но вода постоянно будет темная такого дубового цвета если оставить кору я уже пробовал то есть виноград с корой прям воду погружал и вода постоянно постоянно было коричневого цвета такая ближе к коричневому цвету поэтому я буду обязательно убирать кору и покажу вам как я это делаю с большими коряжками немного придется потрудиться потому что ну у меня нету такого большого объема кастрюли чтобы она вот прям вся туда поместилась не вот начнем вы уже могли ранее наблюдать эту кастрюльку погрузил сюда корягу но насколько это у меня получилось и примерно где-то будет вот кипеть именно полчасика и я потихоньку буду ее обрабатывать буду вам показывать буду счищать все ножичком сам процесс вот как я чистил ножичком показывать не буду думаю все прекрасно понимаете как счищать кору это в принципе уже дело техники и вот опять погружаю где-то приходится два раза погружать потому что еще остается такая подкара подкорка но я ее всю не буду убирать то есть оставлю чтобы чуть не и кушали анцитруса самая будет проблема вот в этих местах то есть тяжело погрузить эти места в воду и здесь конечно придется повозиться и постоянная вот так переворачиваю по полчаса она вот кипит каждая веточка полчаса покипела достаю очищая полчаса покипела достаю опять чищу ну примерно на эту коряжку где-то часа два три у меня ушло чистил я конечно не так долго где-то полчасика может 40 минут а вот сам процесс долги ждать приходилось долго видите уже вода коричневого цвета вот уже практически все очистил подходит к завершению мой процесс я буду дальше так до чищать все ну не до конца то есть это коричневая чуть оставлю такой интересный вид получается вот в готовом виде можете наблюдать как она выглядит очистил но следы от ножичка мы видим шкурка я не делал вот решил оставить именно вот так она немного большего размера я все замерил померил и где-то на 5 сантиметров она оказалась больше придется мне ее подрезать и вот сверху я убрал пять сантиметров то есть отрезал не потом уже установил вот в этот аквариум к барбусом в 350 литровый аквариум вы сейчас посмотрите как она там будет установлена то есть мне очень понравилось как она там смотрится надеюсь вам тоже это понравится делайте вот такие коряшки это в принципе не так трудно но все же потрудиться придется кто любит труд думаю это не составит труда очистить вот такую коряжку можно кстати сухую тоже очищать но немного тяжеловато вот посмотрите установил и придавил кусочком баклажки то есть и нормально теперь она здесь будет намыкать не как только она не будет всплывать я уберу баклажку она здесь уже останется может быть и в другой аквариум я ее перенесу но думаю здесь она будет смотреться прям отлично вот такой вид не знаю как вам а мне нравится очень не знаю пока какие растения можно прикрепить возможно анубисы закреплю на кончики ну возможно и мог добавлю в общем буду экспериментировать посмотрим как получится он посмотрите ее только установил и он цитрус и сразу принялись обрабатывать коряжку здесь их немного наверное штучек 5 особей жду когда они дадут потомство здесь вот один такой крупный самец белоглазиковый могли его ранее видеть в кадре в предыдущих роликах он попадался иногда в кадр ну и остальные вроде бы самочки на посмотрим надеюсь что скоро будут мальки жду когда эта коряжка утонет очень хочу нее так покрутить в разные стороны посмотреть как лучше она здесь будет установлена может быть чуть-чуть боком повернуть ну посмотрю возможно я оставлю прям вот так растения какие сюда еще закрепить я почитаю пока не знаю какие можно закрепить чтобы они себя отлично чувствовали и хорошо росли ну про анубисы я знаю точно промок тоже знаю что можно так делать буду пробовать то есть до этого я на коряжке никогда не закреплял посмотрим как у меня это получится пишите ваше мнение как вам понравилось или нет огромная вам благодарность